Какое вы можете сделать наставление тем, кто празднует день рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Что касается пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то он наш пророк и наш посланник, и у него есть права, которые мы обязаны соблюдать. Его право, чтобы мы возвеличивали его, почитали и уважали. Однако в чем заключается возвеличивание, которым мы возвеличиваем нашего посланника, саллиллаху алейхи вассалям? В чем заключается почет, оказываемый нами, посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? Его возвеличивание – это, как сказал Всевышний Аллах, «О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас». Поэтому возвеличивание пророка, саллиллаху алейхи вассалям, это подчинение ему, подчинение ему в том, что он приказал, и признание того, о чем он сообщил. Вера в его предания и отстранение от того, что он запретил и порицал. Поклонение Аллаху только посредством того, что он узаконил. Это и есть возвеличивание пророка, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы мы подчинялись ему в его приказах. Он повелел нам поддерживать родственные связи, совершать молитву своевременно, быть благочестивыми к родителям, выплачивать закат и поститься в месяц Рамадан. И мы подчиняемся пророку, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы мы верили в то, о чем он сообщил. А он сообщил нам о мучениях могилы, о появлении адюдя и мадюдя, о нисхождении айисы и так далее. Мы верим ему в том, что он сообщил, чтобы мы отстранялись от того, что он запретил нам и порицал. Он запретил нам прелюбодеяние, употребление опьяняющего, воровство, выставление своей красоты на показ женщинам, несвоевременное совершение молитв. Мы подчиняемся ему в этом. Чтобы мы поклонялись Аллаху только посредством того, что он узаконил. Мы должны поклоняться Аллаху только в соответствии с его сунны. А она ясная и очевидная, которую полностью передали и объяснили ученые, да помилует их Аллах. Мы должны совершать молитву только так, как ее совершал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Он сказал в хадисе, передаваемом со слов Абу Гурейры, молитесь так, как вы видели молящимся меня. Мы должны совершать малое омовение только так, как его совершал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому он сказал в хадисе Усмана, тот, кто совершит омовение подобно мне, а также сказал в хадисе Джабира, берите от меня ваши обряды во время хаджа. И далее, таким же образом, чтобы мы поклонялись Аллаху только посредством того, что он узаконил. Это и есть возвеличивание пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это почет и уважение к нему, подчинение ему в том, что он приказал, признание того, что он сообщил, отстранение от того, что он запретил и порицал, и чтобы мы поклонялись Аллаху только посредством того, что он узаконил. Если мусульманин выполняет все это, то он возвеличивает пророка, саллиллаху алейхи вассалям, любит его, почитает и уважает. А что касается того, что делают многие люди сегодня, полагая, что возвеличивание пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а также уважение к нему и почет – это только празднование подобных празднеств. Однако ты видишь, что они противоречат пророку, саллиллаху алейхи вассалям, ослушиваются его, вносят на вовведение в религию пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не признают его сообщения, но ведь это не имеет никакого отношения к возвеличиванию пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Это лишь принижение его достоинства, даже если они празднуют его день рождения. Что касается подобных праздников, то, как мы уже упоминали, праздники должны основываться на откровении. Нельзя проводить ни один праздник, кроме тех праздников, которые пришли в сунне пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А праздники, пришедшие в его сунне – это только два праздника – праздник разговения и праздник жертвоприношения. Мы уже упоминали в предыдущем вопросе, что определение праздника – это когда возвеличивается какой-то промежуток времени из-за события, которое произошло в нем. И это то, что происходит сейчас. Эти люди возвеличивают определенное время, которым они заявляют, что это день рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вообще этот праздник придумали фатимиды, убайдиты в Египте, они придумали этот праздник, а сами они являлись рафидитами, а рафидиты стремятся к тому, чтобы разрушить Ислам. Это с одной стороны. С другой стороны, они также уподобляются христианам, которые празднуют воскрешение Мессии, мир ему и благословение Аллаха. В-третьих, если бы это было благом, то Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, опередил бы нас в праздновании этого праздника, ведь Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не праздновал свой день рождения, но если бы в этом было благо, он опередил бы нас в этом. В-четвертых, если бы в этом было благо, то в его праздновании нас бы опередили лучшие поколения, потому что когда начали праздновать этот праздник? Его начали праздновать только в шестом веке, во времена этих убайдитов. А что касается поколений лучших столетий, а это поколение сподвижников, поколение табиинов, поколение тех, кто был после табиинов, никто из них не праздновал дни рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, поэтому это его празднование противоречит единогласию. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Вы должны придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путем, которые будут после меня. Держитесь за нее своими коренными зубами». Делали ли подобные Абубакр, Умар, Усман или Али? Никто из них ничего подобного не делал. Как мы уже сказали, этого не делал никто, кроме нововведенцев. В-пятых, дата дня рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, неправильная. Как ты празднуешь его день рождения в неправильное время? Ведь даже биографы разногласят относительно даты рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Они не сошлись на одной точной дате. Поэтому этим людям, которые заявляют, что этот праздник, день его рождения, мы скажем, приведите нам доказательства на то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, родился именно в это время. Я прошу Аллаха, субханаху ата'аля, чтобы он по своей милости и щедрости наставил заблудших мусульман, и чтобы он поставил их на путь истинный, и чтобы он показал им истину истиной, и сделал их из числа следующих ей, и чтобы он показал им ложь ложью и отстранил их от нее, и чтобы он не дал им запутаться и заблудиться. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. Субтитры создавал DimaTorzok